Во-первых, я испытал от увиденного такое приятное чувство злорадства, наверное, справедливого злорадства, скажу вам честно. Почему? Потому что то, что они сделали с этим человеком, с Коваленко, приехали туда толпой. Ахмад, сила, скажи, брат. Ахмад, сила, это я знаю, да? Закрой рот, а то, брат. Вот так вот кинул, значит, быдлан в молодую банку с напитком. И знаете, что с ним за это сделали? Немедленно найти, доставить, приехать родителей, родственников, всех ко мне. Вот так вот, понимаете, он просто метал от злости кодыра. Если его слова стали обидными для конкретно этого мешка, этого зелеза Лимхана, он мешок. Который там как-то неуклюже пытался нанести удар ногой, это было очень смешно. Почему он не вышел с ним один на один и не подрался с Коваленко? Потому что он мешок, он бы не одолел Коваленко. Коваленко, знаешь, Коваленко, Коваленко пишут. Понятно, что мы по-любому не избежим этой темы, хотя мне очень не хотелось вообще это комментировать. Я скажу честно, для меня одинаково, ну не одинаково, но неприятны все действующие лица в этой истории. Что пострадавшая сторона, что эта толпа гиен, абсолютно все они для меня неприятны. Одни открыто позиционируют себя как кадыровцы, вот эти вот приехавшие туда пять или шесть, сколько их там было человек. Они открыто позиционируют себя как кадыровцы и говоря криминальным языком, шагают от Адама Султановича, как его сейчас принято называть в Москве. Это ни для кого не секрет и все прекрасно знают, откуда растут ноги у этой братвы. Второй, он такой человек, который не брезгует с равными местами этих же кадыровцев, этого же Адама Султановича, Рамзана Ахматовича и прочих российских наместников на нашей земле, этих преступников. Эту российскую власть абсолютно не брезгует их в срамные места и при любом удобном случае он готов подлизнуть и не разу это делал. Поэтому они в принципе все мне неприятны. Я не хотел вообще это никак комментировать, но мы понимаем, что это сейчас самая обсуждаемая была тема на этой неделе, самая нашумевшая. Поэтому в целом прокомментирую, конечно. Во-первых, я испытал от увиденного такое приятное чувство злорадства, наверное, справедливого злорадства, скажу вам честно. Почему? Потому что то, что они сделали с этим человеком, с Коваленко, приехали туда толпой как гиены и избили его. И, кстати говоря, сразу же скажу для тех людей, кто там вел какие-то споры на тему, что его не толпой били, якобы его по очереди били. Я так понимаю, в вашем представлении бить толпой это когда толпа гиен по какой-то команде синхронно одновременно наносят удары по человеку. Если они синхронно нанесли эти удары, то это будет толпой. А если они его по очереди, пять человек, каждый из этих пяти человек его ударил, то это, видимо, по вашим меркам это типа не толпой. Но вы лжецы, вы прекрасно знаете, что это было сделано толпой. Я еще одно скажу. Даже если бы туда приехало бы пять человек, к нему одному навстречу, и при этом с ним подрался бы только один, а другие пять просто стояли бы и наблюдали бы за этим, все равно это было бы неправильно, это было бы не по понятиям, это несправедливо. Потому что человек там был один. Чтобы не было вот этого вот беспредела, нужно было бы дать ему возможность пригласить туда своих товарищей, чтобы это было справедливо. Это так забегая вперед на всякий случай. Так вот, приехала, значит, почему я испытал справедливое чувство злорадства. Эта толпа, которая приехала и избила Коваленко, дело в том, что эта толпа, их сторонники, эти кадыровцы, они делают над нами то же самое уже на протяжении почти 20 лет. И всей России на это плевать. Абсолютно никакого резонанса это не вызывает. Понимаете, когда нас не просто избивают, нас убивают, эти избиения очень часто приводят к летальному исходу у нас в Чечне. И это продолжается на протяжении уже почти 20 лет. Нас оптом просто казнят. Понимаете, забирают ребят молодых, и затем в отделе кадыровской полиции казнят 27 человек одной ночью. Об этом пишет затем новая газета, вы можете эту статью увидеть. 27 человек были казнены. Понимаете? И это не вызвало того резонанса, который вызвала сейчас вот эта ситуация. Поэтому я испытал какое-то чувство злорадства, справедливого злорадства. За то, что все это время вы наплевательски наблюдали за тем, как это происходит с нами. И вот, как вы видите, сейчас это уже приходит в ваши города. Да, сейчас они делают это с вами. И как вы понимаете, их особо за это никто не наказывает. Потому что ребята-то шагают от того самого Адама Султановича. Если бы они шагали бы не от Адама Султановича, то с ними произошло бы то же самое, что произошло, помните, с быдланом, который бросил эту банку какого-то напитка на парня, сидящего напротивец, и что-то крикнул ему. Ахмат Сила, скажи, брат, там. Если кто не помнит, я покажу вам этот момент. Ахмат Сила, скажи, брат. Ахмат Сила, это я знаю, да. Он в нормальной спереди. Он в нормальной спереди. Закрой рот. А то, брат, не считай мелкий и близкий. Вот так вот кинул, значит, быдлан в молодую банку с напитком. И знаете, что с ним за это сделали? Кадыров моментально написал пост у себя в Телеграме. Немедленно найти, доставить, приехать родителей, родственников, всех ко мне. Вот так вот, понимаете, он просто метал от злости, Кадыров. Привезли этого быдлана, он извинился публично за свою выходку, отчитали родственников. А затем его за этот поступок заставили еще и подметать улицы Грозного, по которым ездит Кадыров. Таково было наказание. И мы не знаем, что там было за кадром. Это осталось как бы за кадром, мы не знаем, что было. Что-то наверняка и там было. Потому что парень, когда извинялся, был немножко так потрепанный. И потрепали, и акт унижения унизили за то, что он сделал. За что? За то, что он бросил банку. Я не говорю, что это нормально. Это очень правильно, за это нужно наказывать. Без сомнений. Но дело в том, что эти гиены, приехавшие на стрелку с этим Коваленко, они сделали гораздо больше, чем этот быдлан, бросивший банку. Понимаете? Гораздо более тяжкое преступление совершили. Избили человека, причинили ему вред здоровью. И что с ними за это сделали? Одного из них, одного зачинщика всей этой темы, того самого некого Зелимхана, его заставили просто извиниться. И там еще вроде бы что-то удалил канал, что ли, там, инстаграм-аккаунт. И все, понимаете? Нет никакого подбитания улицы, нет никакого гневного поста от Кадырова. Ничего из этого не происходит. Почему? Потому что эти люди занимались этой своей преступной деятельностью, снимали дань с блогеров, вымогали у них деньги по лицензии, выданной им в президент-отеле Москвы. Понимаете? Вот почему. Поэтому сыграли вот этот спектакль. Тот, мол, извинился, этот принял извинения, все, конфликт исчерпан. Да, неплохо так. Приехали пятером, избили человека, извиняется один, другие четверо вообще, нигде не фигурирует, их там нет. И эти извинения, значит, этот принимает тоже там перед этим Адам Султанович, там, мы то да сё. Да, в целом мы видим, что людей это как бы возмутило, многие по этому поводу высказались, справедливо высказались. И как бы мне не были неприятны обе стороны этого конфликта, я здесь не могу не признать, что абсолютным злом и просто какими-то мерзавцами там являются именно вот эти представители кадыровских ген. Тот, конечно же, в этой ситуации, безусловно, является пострадавшим. Но дело в том, что личность того второго человека, она тоже, знаете, такая, во-первых, не брезгует тем, чтобы подлизнуть этим же кадыровцам. Во-вторых, сам точно так же Толбой приезжал там и других блогеров унижал, раздавал им лещей. Поэтому здесь они мне все неприятны абсолютно, и все являются лицемерами. Что эти сейчас поют по-своему, что те там что-то до этого возмущались по поводу, кстати говоря, этого же Коваленко до этого избили там другие какие-то тоже представители с Кавказа. И этот Зелимхан тогда высказывался в отношении них, говорят, что они там стыдно называться кавказцами, мол, а теперь сам приехал и толпой избил этого Коваленко. В общем, я что хочу сказать, в целом все эти люди, они как бы достойны друг друга, и абсолютно как-то, знаете, вот плевать на это все, но я не могу здесь как бы не высказать порицание именно в отношении этих людей, потому что все Коваленко, какое бы отношение к нему не было, каким бы плохим человеком он не был, в этой ситуации он является пострадавшим. Его, конечно, по беспределу избили, по беспределу поступили очень недостойно, но поступили-то в традициях кадыровских. И поэтому сейчас я хочу, чтобы все россияне поняли, поняли вот эту вот суть того, что происходит у нас в Чечне уже на протяжении почти 20 лет. С чем мы боремся и почему мы с этим боремся? Большинство из вас россиян, к сожалению, вы не поймете этого. Для вас это чеченцы приехали и избили русского парня. Понимаете, вы не разбираетесь в том, что это не чеченцы обычные, что это именно вот эти кадыровские гиены, что это люди, с которыми мы боремся, что это методы, которые для нас неприемлемы. Вы этого не поймете, для вас это просто чеченцы. И вы будете, к сожалению, отрываться на всех нас, когда у вас появится такая возможность. Да и плевать, плевать на это, отрывайтесь, думайте как хотите. Но я вот испытываю вот это вот чувство справедливого злорадства именно поэтому. Потому что сегодня то, на что вы до этого закрывали глаза, на что вам было наплевать, это сегодня приходит в ваши города, пришло уже, и теперь вы видите, что избили парня по беспределу, и ничего за это с ними не случилось, с его обидчиками. Понимаете? Вот вдумайтесь в это. В вашей же стране вас избивают какие-то мафиозные группировки, презренные для нас же самих, презренные. Они вас избивают, и вы ничего с этим не можете сделать. Опять-таки, не знаю, наверное, это не совсем правильно, да, многим это не понравится, но я почему-то по этому поводу вот не особо сожалею. Простите меня, пожалуйста. Но как-то не особо я по этому поводу вот сожалею. Я думаю, что здесь вам надо хорошенько эту тему обдумать, и все-таки принимать какие-то меры не так, что, знаете, там, они сыграли спектакль, извинились там перед Коваленко, и все раз, и эту тему забыли. Ну нет, конечно, надо требовать справедливого возмездия. Ну и в заключение я еще сделаю одно справедливое замечание по этой теме. Я вообще не являюсь категоричным таким противником того, что вот, мол, коллективно наказать кого-то, это, мол, нельзя, вот это зашквар. Нет. Есть такие места, есть такие люди, которых именно вот так коллективно надо, понимаете, наказать. Толпой. В этом нет никаких проблем. Наоборот, это то, что с ними нужно сделать. Это, я говорю о таких людях, как, допустим, бывают в тюрьме какие-нибудь надзиратели, которые пытали, точно так же толпой пытали человека, издевались над ним. Или вот так поступили несправедливо, толпой кого-то там забили. Я не говорю, что это, в принципе, какие-то неприемлемые вещи. Нет, бывают такие места, где, наоборот, именно так и надо наказать. Но случай с Коваленко был не такой. Нет, конечно, Коваленко, он на самом деле, чисто если вникнуть вот в этот их конфликт, он не сказал ничего того, за что его нужно было вот так вот избить толпой. Он ничего такого не сказал. Если его слова стали обидными для конкретно этого мешка, этого зелимхана, да, он мешок, который там как-то неуклюже пытался нанести удар ногой, это было очень смешно, почему он не вышел с ним один на один и не подрался с Коваленко. Потому что он мешок, он бы не одолел Коваленко никогда. Это понятно там любому. Поэтому они решили вот таким образом, значит, коллективное наказание применить в отношении него. Конечно, это очень несправедливо, это неправильно, это недостойно. И для тех, кто все-таки немного соображает, я скажу, что нет, это далеко не олицетворение чеченцев, это те люди, с которыми борются сегодня, достойные чеченцы. И боремся мы с ними на протяжении почти 20 лет. Вы только сейчас с этим столкнулись, вы только сейчас поняли, насколько это несправедливая шайка. А мы уже почти 20 лет с ними боремся. И погибаем в этой борьбе, погибаем ежегодно. Поэтому, дорогие россияне, те, которые в состоянии отличить чеченцев от кадыровцев, для вас, я делаю это разъяснение, мы не причастны к этим гиенам. И мы презираем их. И если бы что-то подобное произошло бы, допустим, в какой-нибудь другой ситуации, в каком-нибудь другом городе, и это были бы не кадыровцы, это были бы какие-нибудь другие чеченцы, и это был бы простой русский парень, я, безусловно, справедливо высказался бы по этой теме. Здесь я просто хочу, чтобы ни у кого не было иллюзий по поводу того, что там Тумсо, может быть, Тумсо испытывает какие-то чувства с симпатией к этим гиенам из-за того, что они чеченцы, там его одноплеменники, соплеменники. Я уверяю вас, нет. Вот здесь вы можете не сомневаться. Никакого чувства солидарности с ними, сопереживания за них я не чувствую. И будь моя воля, они бы понесли там очень серьезное, заслуженное наказание за то, что они сделали. Несмотря на то, что у меня негативное, отрицательное отношение к Коваленко, в этой ситуации я бы сделал так, что они понесли бы очень заслуженное, в том числе и физическое наказание. Понимаете, физическое. Вот то, что они причинили Коваленко, они бы понесли бы ровно такое же наказание. Ущерб, причиненный здоровью, просто так извинениями не исчерпывается. Понимаете? В общем, это был мой комментарий к этой теме, которая мне, безусловно, неприятна, и я не хочу. Я, кстати говоря, поэтому и не делал на эту тему отдельный ролик. Я видел, как много мне писали комментарии, там, Тумсо, выскажи, запиши ролик. И я понимал, что это хайповая тема. Сейчас можно записать ролик и собрать там полмиллиона просмотров. Но я в этом не нуждаюсь. Мне абсолютно... Этот хайп мне не нужен. Он мне абсолютно не сдался. Поэтому я плевать на это все не хотел. Как я сказал, и та, и другая сторона мне вообще крайне неприятна. И та, и другая. Но в этой конкретной ситуации, конечно же, Коваленко является пострадавшим. Здесь нельзя не выступить в его защиту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok